Амбруас Паре В 1536 году, приобретя в больнице врачебные навыки и знания, Амбруас Паре получил должность хирурга в действующей армии. Основываясь на своих наблюдениях, он опроверг существовавшее мнение о том, что огнестрельные ранения являются отравленными, и впервые использовал наложение мазевых повязок на раны взамен распространенного в то время прижигания раскаленным железом. В 1552 году Паре применил перевязку сосудов при ампутации, улучшил методику ампутации конечностей, предложил ряд сложных ортопедических конструкций, искусственных суставов, подвижных протезов конечностей и других приспособлений. Паре является автором нескольких книг в области медицины. Наиболее известны две книги по хирургии и метод лечения ран. Талантливый хирург прославился также работами в области акушерства, а также операциями по исправлению заячьей губы и волчьей пасти. Амбруас Паре был личным хирургом четырех французских королей – Генриха II и Генриха III, Франциска II и Карла IX. Ребус – это загадка-шутка, в которой искомое слово или фраза изображены комбинации фигур, букв, цифр, нот и других знаков. Ребус зародился во Франции в XV веке. Первоначально в Пикардии ребусом называли особого рода ежегодные выступления во время карнавала, содержавшие остроумные обозрения из местной жизни, называвшиеся новостями дня, от латинского «о делах, которые творятся». В дальнейшем слово «ребус» получило современное значение. В 1582 году во Франции вышел первый печатный сборник ребусов, составленный Этьеном Табуро. В России впервые ребусы появились на страницах журнала «Иллюстрация» в 1845 году. Позднее, в 1881 году, в России стал издаваться журнал «Ребус», в котором кроме увлекательных головоломок печатались статьи о воспитании детей, новости со всего света, загадки и, конечно, «Ребусы», многие из которых премировались ценными призами. Этот журнал был очень популярным и просуществовал 20 лет. Увраж – это устаревшее название, в переводе с французского означает «работа», «произведение». Это роскошное, богато иллюстрированное художественное издание большого формата. Чаще всего увражи состояли из гравюр. Они появились в Европе в XV веке. Наибольшее распространение получили в XVI-XVIII веках в связи с развитием техники гравюры на меде и совмещения качественных гравированных иллюстраций и наборного текста.